Эпидемиологическая ситуация остается напряженной с тенденцией к стабилизации на высоких цифрах, так оценивает эпидобстановку в регионе областной Роспотребнадзор. Заболевших за неделю стало больше среди четырех возрастных групп. Среди детей до года на четверть, среди малышей от года до шести лет на восемь с половиной процентов, среди взрослых от пятидесяти до шести четырех лет на 21 процент и среди жителей старше шести десяти пяти лет на семнадцать процентов. На заболеваемость малышей до года влияет несформированные в силу возраста их собственный иммунитет, поясняют в Минздраве. Основным путем снижения заболеваемости детей до одного года является вакцинация, увеличение охвата вакцинации и более строгие превентивные меры в семьях, где есть эти дети. Разделение потоков внутри семьи, насколько это возможно. И наименьшее, чтобы было пересечение детей с остальными членами семьи, за исключением кормящей матери. В то же время за неделю на 36 процентов реже стали болеть дети в возрасте от семи до четырнадцати лет. На 28 процентов меньше заражаются подростки пятнадцати-семнадцати лет. Здесь могло сказаться дистанционное обучение, перенос каникул, запрет на посещение культурных, развлекательных и массовых мероприятий для подростков, которые, кстати, продлили на ближайшие две недели. Меньше болеют работники транспортной отрасли, а вот среди сотрудников сфер ЖКХ, образования, здравоохранения, услуг наблюдается рост числа инфицированных. Руководителям учреждений и компаний необходимо позаботиться о здоровье в своих коллективах, принять исчерпывающие меры защиты сотрудников и посетителей, заявили члены штаба. Губернатор Дмитрий Азаров поручил разобраться с дистанционными больничными листами. За неделю по горячей линии за ними обратились более шести с половиной тысяч жителей и ПЦР-тестирование, которое некоторые медучреждения отказываются проводить. У нас, к сожалению, жалобы есть о том, что больничный лист в электронном виде по обращению по телефону не всегда. Почему по поликлинике дают? Таких обращений много. Непонятно мне отказы от лечебных учреждений по проведению ПЦР-тестирования. Да, но не обязательно. Но если человек просит провести ПЦР-тестирование, значит, надо это делать. Что здесь за отказы? У нас инцидент менеджмент зафиксировал 66 таких обращений. На дому сейчас лечится 65 тысяч человек с коронавирусом и более 52 тысяч с пневмонией и ОРВИ. За неделю участились тяжелые формы заболевания. Пришлось увеличивать коечный фонд. Коечный фонд расширили плюс тысячу коек. Сегодня он составляет 5670 коек, на которых лежат 4794 пациента, 15,5 процентов свободных коек. Слонамерно увеличивается количество пациентов, которые поступают в стационар. Это тяжелые формы пневмонии и это превентивная госпитализация у лишь с сопутствующими заболеваниями беременных женщин и у детей. Темп вакцинации необходимо наращивать. Непривитыми остаются почти 210 тысяч пожилых людей. Кроме темпа вакцинации на оперштабе еще раз обратили внимание на работу с населением в части рисков утяжеления болезни. В обществе создается стереотип, что омикроном можно переболеть легко и быстро, многие даже не считают нужным обратиться за медицинской помощью. Однако самолечение может привести к осложнениям, поэтому необходимо обращаться за консультацией к медикам. Светлана Кудрявцева, События.